Я считаю, что очень важным достижением вот этой предвыборной кампании в Москве является то, что мы начали говорить про проблемы миграции, да, проблемы ксенофобии, проблемы национализма, которые так или иначе связаны друг с другом. Начали говорить, то есть начали предлагать разные варианты. Одни более умные варианты, другие менее более резкие, наоборот, более силовые какие-то. Но как только мы начали это говорить, мы сразу, очень важно то, что мы поняли, что проблема не в этих, не в самих мигрантах, которые к нам приезжают за хлебом там заработать, а в ситуации в наших правоохранительных органах, в ситуации с нашими законами. Поэтому я считаю, что то, что начали говорить, обязательно приведет к какому-то положительному результату, к улучшению ситуации. Другой вопрос, что очень странно, что мы не обращаемся к опыту Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что и проблема этнической преступности в Нью-Йорке была гораздо острее, чем у нас. Итальянская мафия, китайская мафия. И Нью-Йорк с этим долго, упорно боролся и, в общем-то, победил. То же самое у них была проблема нелегальной миграции из Южной Америки, из Мексики. У них было в какой-то момент до пяти миллионов нелегальных мигрантов. То есть эта проблема тоже так или иначе ими решалась. Мне кажется, что это тот случай, когда здесь важна не политическая позиция, а умение, понимание, как эту проблему решать. И вот несколько таких простых вещей, которые были сделаны в Америке, мне кажется, можно было бы сделать у нас. То есть разделить полицию на местную и на федеральную, например. И там, где сконцентрированы мигранты, обязательно в полиции, на уровне шерифа, должны быть представители этой нации. То есть там они выработали несколько очень практических, полезных технологий борьбы с этой проблемой. И мне кажется, это как раз тот случай, когда нам стоит поучиться.